Добрый день! С вами Евгений Пивоваров и канал на природе. Но сегодня мы поговорим с вами не о природе, а о науке. Впервые за всю историю канала я хочу обратиться к зрителям с просьбой поддержать отечественную науку. Дело в том, что недавно появилась информация о том, что у власти планируют закрыть Российский фонд фундаментальных исследований, РФФИ. Соответственно появилось сразу две петиции, одна на ченч, другая на РОИ, где требуется этого не делать и не допустить закрытия данного фонда. Ссылки на эти петиции есть в описании видео. Я призываю зрителей канала подписать эти петиции и распространить максимальную информацию об их существовании. Ну а для тех, кто от науки далек и не понимает важность данного момента, я хочу объяснить, что такое РФФИ, что такое РНФ и как вообще финансируется российская наука в настоящий момент времени. Итак, к сожалению, прямое бюджетное финансирование это достаточно большая редкость. То есть, когда имеется в учреждении постоянные деньги и сотрудники просто работают, как бы не сильно думая о финансах. Такого, к сожалению, в современной России я так с таким не сталкивался. Современная наука финансируется в основном за счет грантов. То есть, что это такое? Это когда есть какие-то перспективные исследования или идеи, наработки, пишется заявка в соответствующий фонд. И дальше экспертный состав этого фонда, эксперты в своей области оценивают перспективность, новизну данной идеи. И в случае одобрения выделяют деньги на финансирование работ по данному направлению. То есть, так называемый грант, финансовый грант на научные исследования. Соответственно, сейчас существует две основных вещи. Ну, РНФ, Российский научный фонд, это что-то глобальное, когда требуется поддержку глобальных идей с известным, в общем-то, более-менее, выходом потом практическим, в том числе, часто и коммерческим. И РНФ поддерживает крупные проекты, где суммы идут на миллионы рублей. Соответственно, ну, это определенная стезя. Это крупные проекты, которые действительно важны, нужны, но это не вся наука. РФФИ же, Российский фонд фундаментальных исследований, занимается в основном небольшими проектами. Там сумма грантов до миллиона на год в основном. И это для очень многих ученых, для очень многих коллективов, начинающих ученых, единственный шанс вообще-то провести свои исследования. Потому что в данном случае этот грант можно получить под инновационные проекты, под идеи, под анализ каких-то возможностей. То есть, это именно исследовательские работы, фундаментальные работы. Там, где не требуется какое-то глобальное финансирование, но и вообще без денег тоже сделать нельзя. Вот тут это РФФИ. Таким образом, РНФ и РФФИ не являются взаимозаменяющими вещами. Это совершенно разные фонды. И в этой ситуации РФФИ не раз вручал и вручает науку. И в том числе, многие из моих коллег, в том числе даже не имеющие какого-то имени в науке, получали гранты РФФИ. В нашей лаборатории регулярно бывали гранты РФФИ. То есть, не каждый год мы их получаем, но так эпизодически они были, и методически наши заявки тоже удовлетворялись. То есть, этот механизм действительно работает. И поэтому та идея, о которой сейчас говорят, что надо сливать РНФ и РФФИ и оставлять как бы один РНФ, это, к сожалению, смерть инновационной отрасли нашей науки. Это, к сожалению, крест на всех исследованиях, и это очень большая сложность для будущих молодых специалистов, которые только будут начать свой путь в науке. Потому что стать частью большого гранта дано не всем, а свой собственный небольшой грант они получить уже не смогут. Поэтому, ну, я считаю, и очень многие мои коллеги ученые считают, что необходимо все-таки сейчас сохранить РФФИ. В настоящий момент информация расплывчатая. Судя по всему, есть какой-то вброс с целью проверить общественное мнение на эту тему. То есть, потому что, например, ну, по имеющейся информации, не подтвержденная у меня, решение по РФФИ будет приниматься в середине будущего года. То есть, в середине 2021 года. Таким образом, сейчас, скорее всего, идет просто взвешивание общественного мнения. И поэтому сейчас очень важно показать, что ученые нуждаются в таком инструменте, как РФФИ. И что люди, которые, в принципе, далеки от науки, тоже готовы поддержать науку. Поэтому я призываю вас подписать обе петиции, ссылки на которые находятся внизу. Я призываю вас распространить это видео. Ну, это призыв актуальный в настоящем момент времени. Данное видео опубликовано в разделе новостей. Через какое-то время актуальность, конечно, потеряет. Но я надеюсь, что все-таки совместными усилиями мы сможем помочь отечественной науке. С вами был Евгений Перваров. Всем удачи. До встречи на природе.